Ресурсная спецификация Вы, безусловно, должны знать, как выглядит закладка производственный процесс. Давайте вот чего-нибудь я открою. Вот, например, вот это будет очень хорошо видно. Вот у нас есть какой-то производственный процесс. Он идет в одном цехе, но он может идти и в разных цехах. И, соответственно, у нас есть некоторая последовательность этапов. Я их даже пронумеровал. Соответственно, при переходе с этапа на этап что-то меняется в производственном процессе. Вот. И, соответственно, у нас появляется совершенно новый продукт. Но вот здесь у нас весь вот этот процесс, он происходит как бы четко-последовательно. То есть сначала мы делаем этап 1, потом делаем этап 2, потом делаем этап 3. И вот первое, наверное, усложнение, которое я хочу вам показать, это усложнение, связанное с управлением цепочкой вот этих вот этапов. Ну, вот здесь я, конечно, уже могу подумать и внести некое изменение. Дело в том, что, ну, там, производство ножки, производство царди, это явно этапы, которые могут делаться параллельно, да. И это можно задать в данной ресурсной спецификации. Но чтобы как бы сделать эксперимент более чистым, давайте мы с вами создадим новую ресурсную спецификацию. Да, вам тогда просто будет понятнее. Давайте я создам, ну, какой-нибудь... Верунальное... Ну, не важно, табуретка какая-нибудь. И, предположим, вот эта вот табуретка, она у нас будет изготовляться в несколько этапов. Содержание этих этапов для нас в данном случае не столь важно, просто потому что... Нас будет интересовать только их последовательность. Я укажу какую-нибудь работу, какой-нибудь материал, неважно сколько его там потребуется. У нас... Мы до потребления с вами сейчас и не дойдем. Значит, производственный процесс у нас будет многоэтапным. И я сейчас создам несколько этапов. Значит, создаю я их просто по умолчанию. Подразделение, пускай будет цель 99. Этап А. Этап Б. Этап С. Этап D. Этап E. И этап F. Вот. Этап F у нас последний, и я думаю, вы знаете, что если у нас этап последний, то номер следующего этапа 0. Вот так вот. Вот. Ну, все, в принципе, мы даже можем с вами установить статус действует. В принципе, программа ничего от нас больше не требует. Создадим заказ на производство. Это табуретки. Ну, скажем, не важно. Есть штук. Производство. Так, основной склад поставим. И пойдем в управление очередью заказов. Значит, поставим цех 99. Вот он наш заказ. И давайте попробуем сформировать этапы производства. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, как бы все вполне понятно. У нас идет этап строго последовательный. Следующий этап, он начнется только после того, как будет выполнен предыдущий. Значит, обращаю ваше внимание, что здесь у нас есть возможность планирования. И давайте попробуем заказ планировать. Ну, у нас там везде нулевые этапы. Но, тем не менее, если мы... Так, ну вот с нулевыми этапами это я, конечно, загнул. Давайте я это поправлю, чтобы было нагляднее. В принципе, мне даже закрывать на редактирование ресурсную спецификацию не надо. Я пока это делаю. Я просто обращаю ваше внимание, что сейчас у нас длительность этапа формируется самым простым способом. То есть, я просто указываю вручную эту длительность, что будет уходить один день на каждый этап. Так, давайте попробуем перепланировать. Так, нет. Так. Так. ну вот теперь действительно длительность она уже не нулевая вот и мы видим вот здесь вот с помощью диаграмма ганта мы можем отследить четкую последовательность первый этап затем идет второй значит потом мы посмотрим вот этот вот второй этап он идет после первого и перед третьим то есть все идет строго последовательно а теперь давайте мы с вами вклеиваемся в процесс и немножечко ситуацию поменяем так на секунду давайте я перейду посмотрю что вы пишете пока ничего хорошо значит что мы с вами сейчас поменяем вернусь к ресурсной спецификации и я поменяю так прошу прощения секунду и я поменяю следующее значит у нас вот здесь да после четвертый этап после четвертого так не ступень эту открыл прошу прощения так вот она значит после четвертого этапа идет 5 после пятого идет 6 что я сделаю ну тут тоже нет здесь придется разблокировать и я сделаю вот так вот то есть у меня после четвертого идет шестой после пятого тоже идет шестой и давайте посмотрим к чему это приведет помечено удаление сформировать этапы производства диспетчирование этапа действия планирует заказ так значит изменилось общее время и давайте с вами посмотрим как это будет выглядеть на диаграмме ганта я сейчас посмотрю последний этап сразу же и обратите внимание ну 21 22 давайте я проверю 21 22 сентября нет не совсем пока понятно почему это выпало вот но тем не менее вы видите что четвертый и пятый этап они оба являются предшественниками шестого почему получилось так как я вам показал так как я вам показал значит вот здесь смотрите интересно давайте посмотрим диаграмму для четвертого этапа да и здесь как бы идет все более или менее логично до третий этап после этого четвертый а после этого идет уже этап шестой а вот это вот что такое смотрите у нас как интересно получилось 1 5 2 3 4 6 пятый этап он выполняется с большим большим разрывом 20 между но он выполняется 20 а последний этап выполняется 24 значит что здесь произошло вот этот вот этап он как вы видите выполняется одновременно с первым почему так получилось если мы посмотрим на вот эту вот цепочку мы обнаружим что вот этот вот этап вот этот вот этап он не имеет предшественника то есть у нас в предыдущих этапах нету такого этапа который после которого выполнялся бы этап номер пять то есть этап номер пять этап номер один да как не имеющие предшественников можно начинать прямо сразу вот вам пожалуйста начинается ветвление так значит что еще можно сделать мы можем с вами сделать вот какой вариант достаточно занятный давайте я вернусь к ресурсной спецификации и попробуем немножко похулиганить так сейчас я посмотрю что пишите все нормально так вопросов нет хорошо значит что мы сейчас с вами попробуем сделать значит мы сейчас сделаем две цепочки то есть у нас будет цепочка 1 2 3 3 цепочка будет замыкаться на 6 этап на последний этап и вторая цепочка 4 5 6 вот так вот давайте посмотрим что из этого получится и и и и и и 3 дня уже, обратите внимание, общая последовательность. И вот здесь, да, даже без диаграммы Ганта, вы видите по датам. 2020, 21, 21, 22, 23. То есть, на самом деле, что произошло? Давайте я посмотрю для этого этапа. Первый, второй, третий. Выполняется 20, 21, 22. И я посмотрю вот для этого этапа. Ну, даже, наверное, ну, можно, в принципе, так, предыдущий надо взять, давайте, вот этого. Да, четвертый, пятый, шестой. 20, 21, ну, 22, там другая цепочка работает. И 23, то есть, получается, что у нас здесь появились две цепочки. Две параллельные цепочки выпуска готовой продукции. Значит, что еще можно сделать? Мы можем с вами задать и какую-то более сложную схему. Ну, я даже не знаю. Я сейчас покажу вам еще один нюанс, который, мол, надо иметь в виду. Вот, ну, даже не знаю, имеет ли смысл там допланирование это доводить. Смотрите, я сейчас что сделаю. У нас с вами будет два первых этапа. То есть, вот этот вот этап, он тоже будет иметь номер один. Естественно, вот этот вот, ну, тоже надо сделать номер три. Значит, то есть, ну, вы, я думаю, принцип уже поняли. И уже можете, давайте я дальше сделаю уже нормально. То есть, тут будет четыре. Так, тут будет четыре, пять, пять, шесть, все. Значит, вот смотрите, что здесь получится. Что здесь получится. Давайте попробуем. Установим статус действует. Так, ну, тут вот. Она ругнулась на что? Раньше было просто первый этап. Теперь два первых этапа. Непонятно, где древесину использовать. Вот. Вот это вот она съела. То есть, вот такой вот процесс она читает нормально. То есть, два первых этапа. Они заканчиваются третьим этапом. Дальше все идет по накатанной. Но, значит, давайте я попробую сейчас вот это вот сделать. Значит, у нас пятый. Давайте у нас третий. Ну, сделаем вот так вот. Значит, один, два. Вернемся к предыдущему. Два, три. И дальше третий. Так, третий, четвертый, четвертый, пятый. Вот четвертый у нас будет завязан на шестой. А пятый у нас тоже будет конечным. Вот так вот сделаем. И попробую установить статус действовать. Вот, смотрите. Попробую открыть. Не может быть нескольких последних этапов. Значит, вот тут есть ограничения в наших экспериментах, связанных с настройкой последовательностью этапов. И состоит вот это вот ограничение в чем? Два начала может быть. Двух концов быть не может. Конечный этап всегда должен быть один. Вот такое ограничение программа на нас накладывает. Так, по вот этой цепочке есть какие-то вопросы у вас? Значит, еще раз повторюсь. Правило тут одно. Любой этап может следовать за любым этапом. Есть только одно ограничение. Конечный этап, у которого следующий этап ноль, он должен быть один. Значит, это первый вариант. Как вы видите, здесь с помощью этого варианта мы можем с вами совершенно произвольно склеивать две линии, потом их разделять, потом снова сводить вместе. Ну и за счет этого мы можем добиться определенных параллелей в производстве. Значит, какой еще существует механизм ветвления? Ну, значит, я не знаю, в коей мере присутствующие были на моих предыдущих вебинарах. Мне бы не хотелось вот этот материал воспроизводить снова и снова. Поэтому я просто покажу соответствующую ресурсную спецификацию. Значит, вот я на прошлых вебинарах показывал вам вот такую вот спецификацию, в которой содержатся ссылки на другую спецификацию. То есть вот за счет таких ссылок, да, за счет вложенных спецификаций, вы тоже можете достичь вот такой вот нелинейности ветвления. То есть, по сути дела, и столешницы, и основания стола, которые здесь используются на одном этапе, это вообще одноэтапная спецификация. Вот, они могут производиться по каким-то своим схемам в соответствии с тем, что в этих спецификациях прорисовано. Ну, вот тут такое дерево у вас обратное и будет получаться. Значит, это я показывал на предыдущих вебинарах, поэтому сейчас я бы не хотел повторяться. Значит, что еще я хотел показать? Значит, где еще могут быть вот эти самые параллели? И вот тут мы должны будем с вами немножко выйти за рамки той тематики, которую мы с вами на вебинарах рассматривали до настоящего времени. Дело в том, что все это время мы никак не задействовали возможности, которые заложены вот в этой нормативно-справочной информации. Нормативно-справочной информации связаны с существованием рабочих центров. И, конечно, если мы полезем в эту тематику, то там мы найдем кучу самых разных настроек, навесок. Вот. Ну, собственно говоря, если вам будет интересно, то в последующих вебинарах мы можем начать потихонечку разбирать то, что 1С заложила вот в этот функционал, который называется MRP2. Ну, MRP2 это MRP, Material Requirements Planning Plus CRP, Capacity Requirements Planning. Он, собственно говоря, рабочие центры, они реализуют этот функционал CRP, то есть планирование потребностей в мощностях. А вместе это как раз и есть MRP2, то есть Manufacturing Resource Planning, планирование ресурсов производства. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы пользоваться этим функционалом, вам обязательно надо в настройках производства установить по планированным, по материальным и производственным ресурсам. То есть мы указываем, что программа будет учитывать это ограничение. Вот. Ну, и я обращу здесь ваше внимание, что я включил здесь разрешение использовать интервал планирования часа. Причем вот это вот решение, оно не всегда рекомендуется 1С. Несмотря на то, что... Ну, как бы это будет более... Более детально, действительно, более детальный график производства, ну, не всегда он нужен на самом деле. Значит, смысл вот этого вот интервала час, там, значит, отличие от интервала день, он будет состоять в чем? Вот смысл вот этого понятия интервала планирования, оно состоит в том, что интервал планирования – это точность, с которой мы завершаем этапы. То есть если мы... Если у нас точность планирования день, то первый этап мы там завершить можем за 10 секунд. Вот. Но программа будет считать, что доступно все будет в следующем этапе, только на следующий день. То есть это вот такая вот, ну, гарантийная закладка. Здесь будет предполагаться, что следующий этап может быть начат в пределах следующего часа. Вот. Соответственно, при планировании... При работе с интервалом планирования день, если у вас в ресурсной спецификации три этапа, вот, и они вот идут один за другим, они не вот параллельны, как я сейчас вам показывал, то в этом случае меньше, чем за три дня вы не сделаете. То есть один этап, он по определению не занимает вот весь этот дневной промежуток, да, но разрешает начаться следующему этапу только в следующий промежуток. Если у нас интервал планирования час, то вот эти вот три этапа можно будет прокрутить за три часа. Вот. Значит, другое дело, что если этап у вас занимает там 10 минут, например, это значит, что вы еще какие-то другие этапы, возможно, по другому какому-то изделию, вот в этот интервал планирования можете сделать. То есть основное, на что это влияет, это когда можно начать следующий этап производства, через день или через час. Значит, ну вот я поставил час, хотя это опять-таки будет не во всех подразделениях. Так, хорошо. Значит, давайте я посмотрю, что вы написали. Так. Можно ли для сложного изделия в ресурсной спецификации обойтись без уложенных спецификаций? Да, можно. Вот. Я об этом рассказывал на предыдущих вебинарах. Во-первых, можно передачу полуфабриката реализовать и внутри одной спецификации, и можно полуфабрикаты, планировать выпуск полуфабрикатов не в связи с основным производственным процессом, а отдельно. Вот. Они доступны. Они доступны. Записи вебинаров доступны. У нас есть несколько вебинаров по полуфабрикатам. Вот, посмотрите их, пожалуйста. Подобное ветвление можно настроить у операции при использовании мест. Да, конечно, там принцип-то один и тот же. Вебинар по емкостному оборудованию. Вы знаете, я вот пару слов сегодня скажу, но на самом деле то, что касается вот того, что вы назвали по емкостному оборудованию, вот на том уровне, который мы рассматриваем, там это не особо реализовано. Это надо уже в мест уходить. Как будет выстраивать график Ганта на несколько изделий по одной ресурсу. Ну, в общем-то, точно так же. Если вы посмотрите, вы увидите, что там на самом деле этот график Ганта строится только для того этапа, который мы выбрали, и для связанных. Суммарная загруженность ВРЦ не превышала интервала планирования. Ну да, наверное, это разумно. А почему вас это смущает? Ну, тут еще следует оговорить, что дело в том, что планирование вот это вот в 1С и РП, оно не является чем-то жестко контролированным. Это рекомендация. То есть, план-то мы построим, а будете ли вы его соблюдать, Бог весть. Программа это контролировать не будет. Вы можете все этапы сразу позакрывать, и пожалуйста. Вот, Денис, ну, не знаю, тут надо уже смотреть конкретику. Возможно, вот на таком умозрительном уровне я не смогу как-то это свое осуждение сделать. Так, ну, давайте вернемся. Значит, общие моменты я вам описал. Значит, теперь давайте я покажу, что я сделал. Значит, у нас здесь есть вот такая вот ресурс, есть созданная специально для данной цели рабочие центры. Так, не вот этот, вот этот, по-моему, да. Да, значит, вот у нас рабочие центры, распиловка, сверловка, шлифовка, покраска, и, соответственно, я сделал ресурсную спецификацию, которая учитывает вот эту вот, вот, ну, давайте вот так вот сделаем. Значит, посмотрим производственный процесс. Нас будет интересовать вот этот вот средний этап обработка. Значит, обратите внимание, здесь я указал использовать виды рабочих центров, и здесь у нас работает два вида рабочих центров, сверловка и шлифовка. Вот, и предполагается, поскольку я здесь указал последовательно, что сначала мы сверлим, потом шлифуем. Давайте посмотрим, как это работает. пометим на удаление. Проверим, значит, какая здесь используется ресурсная спецификация последовательно. и сформируем этапы. Так, ну, требуется уточнение, пускай требуется. Нас это сейчас не волнует. Поставим планировать. И посмотрим этапы. Ну, во-первых, я обращу ваше внимание, что у нас, да, обратите внимание, точность до часа. То есть, для вот этого вот подразделения цеха 22, так, ба-ба-бам, для цеха 22 у меня интервал планирования задан равен часу. Вот. И вот тут у нас есть возможность посмотреть отчет, доступный по кнопке диагностика. Значит, вот этот вот отчет показывает нам, в какие сроки могут, планируется выполнять те или иные, те или иные этапы. Вот. И что нам не дает выполнить эти этапы. Ну, вот то, что значит, здесь не видно, но это, скорее всего, вот здесь нам покажут. Да, вот смотрите, значит, на этом этапе используются материалы, поэтому здесь есть еще ограничения по материалам. Программа считает, когда они будут доступны. Вот. И в соответствии с этим планируют загрузку. Ну, у нас значит, сейчас еще два, двух часов нету. Вот, соответственно, она на 14.00 это заложила. Значит, здесь у нас ограничений по материалам нет, но здесь у нас есть ограничения по доступности видов рабочих центров. Сразу хочу вам сказать, если вы будете сами экспериментировать, обратите, пожалуйста, внимание, что у вас должно быть заполнен график работы предприятия, то есть, это проверьте обязательно, у вас должны быть рабочие дни, вот, и у вас должна быть заполнена доступность видов рабочих центров. Значит, для цеха 22, соответственно, вот у меня они заполнены. Вот, значит, еще один нюанс, который надо иметь в виду, исправлять ошибки здесь достаточно муторно, вот, то есть, стереть ту доступность, которую вы уже ввели, тяжело, это вам надо будет лечь соответствующий справочник вот сюда, вот, все функции, вот, и там ручками убирать соответствующие документы, фиксирующие вот эту доступность, поэтому здесь надо аккуратненько, лучше не ошибаться. Вот, ну, а поскольку у меня все введено, значит, здесь программа у меня все посчитала, и обратите внимание, как она повела себя. Вот, здесь могут быть вопросы, значит, смотрите, выходные еще у нас проходят, да, но вот теперь видно, да, у вас здесь, то есть, сначала у нас идет сверловка, занимает два часа, а потом у нас идет шлифовка, но они друг на друга наложились. Почему так получилось? Так, давайте посмотрим, что почему так получилось? На самом деле все достаточно просто. Вот, если мы полезем с вами в диспетчирование этапов и откроем вот этот этап обработки, мы увидим, что выпустить надо 10 штук, 10, столько, сколько было в нашем заказе на производство. а если мы полезем в спецификацию и в настройке соответствующего этапа, мы увидим здесь очень важный на самом деле реквизит, который для графика является определяющим, одновременно производимое количество. То есть, если я поставил здесь 5 штук, это значит, что программа и будет считать таким образом, то есть сначала 5 штук 60 минут, а потом еще 5 штук 60 минут, но при этом те 5 штук, которые в первые 60 минут были обработаны, их уже можно будет на следующем на следующем интервале планирования уже запустить на другой вид рабочего центра. Вот такой вариант запараллеливания существует. Но это еще не все. Значит, давайте я сейчас позакрываю всю вот эту диагностику и сделаю следующее. Я удалю этапы производства и заменю ресурсную спецификацию. Значит, у меня будет стоять вместо RC последовательно, RC одновременно. Что это значит, в чем отличие этой ресурсной спецификации? Давайте я вам покажу. Вот этот вот этап, видите, одновременно. Все остальное то же самое. причем учтите, что если одновременно, это значит строго одновременно, то есть каждый вид рабочего центра будет использоваться именно это время. То есть это принудительно, здесь программа нам ничего нет, не даст. как это будет работать? так, здесь пока ничего смотреть, давайте планировать. Так, диагностика. Смотрите, используются вот эти вот два рабочих центра строго параллельно. К чему это приводит? Что значит строго параллельно? Это значит, что если каким-то другим производством вот эти вот, вот этот промежуток будет закрыт, программа сдвинет отработку на следующие интервалы. То есть если одновременно, то это действительно строго одновременно. Оба рабочих центра должны быть в это время свободны. Если же для вас последовательность использования рабочих центров не имеет значения, то в этом случае у нас существует еще возможность использовать вариант независимо. Что это означает? Это означает, что программа совершенно независимо друг от друга рассмотрит доступность сверловки, доступность шлифовки и по мере возможности выполнит и то и другое. Но программа не будет определять в какой последовательности будет происходить обработка на вот этих вот двух рабочих центрах. Значит, использование вот этой настройки независимо последовательно одновременно она позволяет ну несколько более творчески подойти к определению длительности этапа. Значит, еще раз повторяю, всегда обращайте внимание вот на этот реквизит. Он для планирования графика будет определяющим. Так, по этому механизму у вас какие-то вопросы есть? Так, давайте вопрос. А если длительность обработки партии полуфабриката не позволяет произвести ее до окончания рабочего дня, что произойдет, он будет доработан в следующий интервал, даже если между ним будут выходные дни. У нас, собственно говоря, если вы там помните, вот когда я последовательно делал, так получилось, у нас что-то ушло на следующий понедельник. но там есть настройка, которая позволяет запретить такое действие. То есть можно указать программе, что все должно быть в пределах одного интервала. Настройку видов рабочих центров сейчас посмотрим. нет, на суммарное время загрузки так, одновременно исправленного количества. Ну да, вот смотрите, у нас же так сейчас и получилось. 10 штук, да, обработка идет один час. Если у нас одновременно обрабатываемое количество пять штук, значит нам потребуется два часа. То есть да, на суммарную загрузку это будет влиять. Естественно. Это вот работает как такой вот множитель. Значит, ну давайте посмотрим, что я здесь сделал в настройках RC. Ну давайте возьмем вот эту вот сверловку. использовать в этапах производства, понятное дело. Это я тоже включил. Значит, максимальная доступность один час, доступность не может быть больше интервала. Вот, то есть это доступность в пределах интервала. Резерв доступности, ну это грубо говоря, такой резерв главного командования, который может использоваться как вот такой форс-мажорный запас при планировании. Там есть возможность использовать вот этот вот резерв. Вот. Ну и важно, конечно, вот здесь указать, что учитываются ограничения. Вот. Ну, по буферам сейчас говорить не будем. И указывается, как именно определяется доступность в графике производства. То есть будет ли доступность вводиться для вида или для рабочего центра. Ну, у меня здесь рабочие центры введены, поэтому вот так. Значит, показал, какие-то вопросы возникли. А, да, 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 у нас вот такая вот беда. Сейчас, секунду, давайте. давайте посмотрим. Сейчас видно, да, ну, вот, смотрите, вот вид рабочего центра, да, и вот, собственно говоря, настройка. Обязательно учитывать ограничения. так, и давайте, значит, у нас есть еще пару минут. Я скажу пару слов вот по поводу вот этого. Значит, я сейчас, давайте, сменю на 44. значит, и покажу. Вот здесь у нас допускается асинхронная загрузка, да, указывается единица измерения штука. Все, здесь больше настроек нет. И вот здесь у нас есть вибростент, он тоже допускается параллельная загрузка, и здесь есть время работы 120 минут. Значит, что это за зверь? Ну, вот, это близко к тому, о чем спрашивали по поводу емкости, да. Значит, ну, давайте вот здесь я покажу. Ну, тут особо ничего нет, тут можно максимальную загрузку задать. Вот, и здесь то же самое. Ну, это мало на что влияет, на самом деле. специально даже проверил вот этот функционал на последней версии. И в итоге получилось что? Значит, смотрите, какие у нас появляются изменения, если мы работаем с ресурсной спецификацией, в которой используется вот такая вот синхронная загрузка. значит, мы в случае, если указываем подобный вид рабочего центра, мы обязательно получаем здесь поле загрузка. Для других вот это вот поле никак не учитывается. Если мы используем синхронку, то здесь есть еще одно важное особенность. Вот время работы вы не сможете редактировать. то есть для синхронной загрузки время здесь всегда будет ровно то, которое вы указали при настройке рабочего центра. Все. Больше никаких вариантов здесь нет. И я специально проверял. Значит, вот это вот поле загрузка, оно при формировании графика особо не работает. Работать будет, как я вам уже сказал, вот это вот поле. То есть в зависимости от того, что вы здесь поставите, то программа и заложен в график. Немножко по-другому это должно выглядеть при планировании операций. Вот. Но до операции мы в рамках данного вебинара не дойдем. Хотя если у нас вот эта традиция продолжится, мы начнем дальше разбирать функционал вот того, что здесь у нас нарисовано, вот функционал связанный с учетом ограничения по рабочим центрам, то потом можем в итоге добрести и до места. Но здесь значит, как я вам и обещал, давайте я сейчас посмотрю. Денис, ну вот, к сожалению, я же говорю, я проверял, скорее всего это получится только через МЕС. Здесь будет работать только тот вариант, о котором я вам рассказал. Здесь можно немножечко поиграть с емкостью и с настройками этапа, но это уже нужно конкретную задачу смотреть. Так, ну, если не по теме, давайте я спасибо, Игорь, давайте я допокажу то, что обещал. вот значит и сейчас вот вам видно, да, значит, у нас немножечко теперь все по-другому, значит, я поэтому показываю вам, как выглядит ресурсная спецификация уже в версии 2.5.7. То, что у нас было на закладке производственный процесс, перенесли все на закладку основное, вот то, что я раньше показывал срок пролеживания, минимальный оптимальный запуск, а здесь у нас на закладке производственный процесс происходит одновременно и создание этапа, давайте я какую-нибудь открою, наверное, вот, и создание этапа, и здесь не переходя, что на мой взгляд очень хорошо в новое окошко, вы можете все настроить и делать, да, то есть, это все идет в рамках одной формы, вот, кроме того, вот, что интересно, здесь появилась возможность добавления не только этапа прямо внутри ресурсной спецификации, но операции, группы операций, и еще есть вот такое интересное нововведение типовой технологический процесс, но о всех изменениях это я, наверное, уже буду вам отдельно рассказывать, сейчас нам уже время это не позволяет. Можно ли в этапе указывать не в РЦ, а непосредственно РЦ? Вопрос зачем? Давайте вернемся к этапам. Давайте я даже ради интереса рассчитаю этот график. Насчитан, сохраним. Так. Так. Вот. да, так вот, Ирин, возвращаемся к вашему вопросу, а зачем это нужно? Понимаете, существует некий уровень абстрадирования, и здесь вот на том уровне пока, в котором мы работаем, у нас задача какая? У нас, ну, грубо говоря, вот стоит перед нами несколько стаканов определенной емкости, да, каждый стакан это вот интервал планирования, и мы каждый стакан начинаем заполнять задачами, этапами, пока этот стакан не наполняется, потом мы заполняем следующий стакан, потом следующий стакан, потом следующий стакан, так мы И формируем вот этот график производства. Для нас существует только емкость стакана, не более того. И как мы будем эту емкость считать? Один раз 200 грамм или два раза по 100, в общем-то, разницы никакой. И значение имеет только итоговая емкость на этом уровне. Вот когда мы совершенно, Игорь прав, переходим на уровень МЕС, когда мы начинаем планировать операции, вот тогда для нас и появляется интерес в том, чтобы привязать к конкретному рабочему центру. А так это просто способ расчета, не более того. Вот. Он еще, вот это вот имеет смысл в каких случаях? Почему на экзамене, на специалист-консультанта лучше все-таки вот эти вот делать, ну если нет прямого указания? Там, как правило, еще есть задача на ремонт, подзадача. А ремонт, он тоже привязывается уже к конкретному РЦ и может влиять на доступность. Вот. Ну вот только в этом разница. В МЕС там будет другое. Когда уже будем операции планировать, там посложнее все. И там действительно нужен реальный РЦ. Так, ну что, показал вроде вам все, что обещал. Ну хорошо, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok